Привет, парни! С вами Евгений Денисов и канал ОМЗАП. Сегодня у нас будет продолжение истории Sorento XM, того самого, который собрали на Волговских вкладышах. История тут в том, что собственник решил приобрести двигатель. Приобрести двигатель он решил на стороне. И ничего не предвещало беды, кроме того, что двигатель оказался собранным на сухую. Что это значит? Дело в том, что вы много раз видели, как наши парни собирают моторы. Они их всегда собирают, всегда рядом есть масленка, и смазывается, ну, все, что только можно, точнее, все, что только нужно. Вот. И есть очень важный момент. При сборке двигателя очень важно, чтобы в масляном насосе было масло. В противном случае, как ты его не крути, он не сможет протащить масло через себя, не сможет создать давление. И, соответственно, беда. И каждый раз при запуске двигателя, первом запуске двигателя, мы не накидываем форсунки для того, чтобы масляный насос сначала прокачал масло, чтобы у нас появилось давление, погасла лампочка, потом мы накидываем форсунки, ну и дальше чудо-чудное, диво-дивное. Потому что будет печально, если у нас не будет давления масла, и мотор запустится. Так вот, в этот раз все было иначе. И посмотрите, как одна маленькая ошибка съела почти полтора часа нашего времени. Итак, ребят, двигатель у нас уже на базе, ну, в смысле, в машине. Вот, мы его поставили как положено. Попутно, пока мы устанавливали двигатель, я еще поменял пыльник левого внутреннего шруза. Ну, мы будем когда поднимать, я вам покажу, как это все выглядит. В принципе, я еще его не запускал, не прокачивал масло. То есть, все сейчас проходит в режиме онлайн. Пойди, ага, что дверь открыта. Открываем, подключаем аккумулятор. Слышали, да, все запищало. Кстати, это вот, кстати, подсказка всем, кто собирает двигатель сам. Когда вы первый раз запускаете двигатель, никогда не запускаете его с подключенными форсунками. Потому что, потому что, потому что, если он заведется сразу, масло не прокачается, там что-то там может пойти не так, то есть, это, ну, для него не очень хорошо. То есть, сразу входить в обороты, когда масло еще не закачано. По-моему, батарейка садится явно слабак. Итак, еще раз повторяю. Почему у нас двигатель не завелся? Потому что я специально, для того, чтобы закачать масло во все смазываемые и не смазываемые детали данного автомобиля, данного двигателя, отключил топливные форсунки. И сейчас у нас задача какая? То есть, крутить стартером до того момента, пока не погаснет масляная, ну, влеечка. Индикатор уровня, ой, индикатор давления масла. Вот он, наш индикатор, видите, да? Вот она закрутить, пока не потухнет. Что-то долго прокачивается. И, кстати, если насос сухой, вы его хоть крутите, хоть не крутите, масло вы в него не закачаете. Потому что человек, собиравший этот двигатель, должен был на него хотя бы 5 капелек масла капнуть. А если бы мы сейчас подключили форсунки, он бы у нас запустился на сухую? Конечно. И масло бы не закачал. И у нас бы просто горела бы лампа масла. Да, да. Минус, минус ребятам, которые собирали движку. Так, так, так. Есть один маленький способ, как мы можем это обмануть, не разбирая мотор. Чтобы это все хоть как-нибудь зашевелилось, нужно дать давление. То есть, нам нужно поднять уровень масла, грубо говоря. А сделать мы это можем очень осторожно. Так, в принципе, я могу это пережать. Да, это я могу пережать. То есть, нам нужно закрыть выход воздуху здесь. Дядьё, опять твоя помощь нужна. Сухой насос. Крутим. Давление поднимаем. Не? Ну, ты что? Хизрый способ не помог. Такое ощущение, что его вообще на сухую собрали. Да что такое внук? Любишь эксперименты? Побежать. И тут, кстати. О, а там же не так все просто, да? Масло есть. Можешь не крутить. Ну что, получается датчик. Зря сидел, получается, дядьёр. Выпрыгивай. А я уж было подумал, какие ребята молодцы. Нормальный датчик нам подкинули. В комплекте. Переставлять даже не надо. Конечно, кто ж нормальный подкинет. Нормальный они себе оставили. Подожди ты, господи. Был бы он там в таком свободном доступе. Стоит в жопе мира, блин. Ну давай, крути. Проверяй. Прикинь, да? Нет? На, не, ничего. Пользуюсь моментом. Та-дам! Как у меня ребенок говорит. Та-дам! Та-дам! Новый пыльничек. Старая смазочка. Все на месте, все хорошо. Течь не будет. Масло тоже. Смотрите, какой красивый, оригинальный. Красота. А, видишь? Потухло. Ну да. У нас еще батарейка опять села. Его пытались чинить. Обманули не только с мотором, но и с аккумулятором. Потому что на Sorenco аккумулятор должен быть побольше. С завода. А у него как будто он стоит от Solaris'а или от AX'а какого-нибудь. У нас горит масленка. Потухло. Все, ребята. Вот именно этот момент нужен для того, чтобы подключить форсунки и, наконец-то, запустить этот долбанный двигатель. Дальше мы подключаем форсунки. Вот они, наши малышки. Проверяем обязательно масло. Chix. Проверили. Смотрите, в норме. Видно? Главное, чтобы не развалился. О, боги. Ну что, день-то был потрачен совершенно не зря. А вот, кстати, наш датчик уровня. Видите, загорелся. Сейчас мы со всем этим автомобилем разберемся. Сдадим его нашему безумному электрику по кличке Профессор. Он будет что-то с этой лампочкой масленки делать. Это, короче, датчик уровень масла, который я говорил днем. Не забываем еще про одну вещь. Как вы помните в прошлом видео под номером 2, мы перебирали коробку автомат. Мы меняли корпус дифференциала. И, соответственно, мы сливали масло, меняли фильтр. И масло у нас новое. Чему это я все говорю? Потому что я антифриз не залил ни хера. Так вот, продолжим наш рассказ. И после того, как мы поменяли масло в коробке, нам нужно что сделать? Правильно. Нам нужно прогреть автомобиль. Прогреть автомобиль. Прокатиться на подъемничке. Вперед, назад. Прогнать маслечко, так сказать. Вот. Для чего? Для того, чтобы выставить уровень масла в коробке. Это очень важно. Потому что, если масла будет много, при переключении коробка будет сильно пинаться. Если масла будет мало, коробка будет буксовать. А насколько мы помним, в предыдущем видео я говорил, что масло в коробке очень плохого состояния было. Очень плохого качества. Оно было очень черное. Это говорит о том, что фрикционный механизм, который в коробке есть, он изношен. Соответственно, скрестили пальцы и греем тачку. Машина потихонечку греется. У нас уже тут на приборной панели 90 градусов. Сейчас нам нужно что сделать? Нам нужно прогнать маслечко по соленоидам, по всяким канальчикам в коробке. Чтобы оно везде перемешалось. Поэтому, что я сейчас делаю? Температура, видите, у нас там уже к 90, да? Ну, это двигатель, понятно, но, в принципе, и в коробке примерно где-то там же. Сейчас нам нужно нажать кнопочку ESP OFF. То есть, выключить антизанос. Это нужно для чего? Для того, чтобы автомобиль дал нам разогнаться, потому что колеса на весу будут крутиться неравномерно. Они будут крутиться в разнобой, и машина будет думать, что она пошла в занос и будет включать антибокс и не давать нам разгонять скорость развивать. Дальше. Я включаю блокировочку. Это нам нужно для того, чтобы мы хотя бы посмотрели, убедились, что, короче, у нас там муфта еще живая, не живая. Как она себя ведет, вообще, что с ней происходит. Есть, короче, задний привод или нет. И мы включаем драйв. Как говорил наш Юрий Гагарин, поехали. Что там есть? Крутится. Крутится. И там крутится. Ну, там-то должно крутиться. И, кстати, заметьте, мы же чинили корпус дифференциала. У нас же были шлицы. И все крутится. Дальше. Я разгоняю автомобиль. То есть, цель какая? Чтобы он переключился на все передачи? Я это делаю плавненько. Зад перестал крутиться. А он после 80 отключается. Вот. Я это делаю плавненько. И точно плавненько. Также плавненько разгоняю на все 6 передач. Могу даже продемонстрировать это в ручном режиме. Шестая. И также плавненько бросаю газ. Потому что в таких процедурах резко нажимать на газ тормоз не стоит. Потому что когда подвеска на весу, то есть большая нагрузка идет на привода, на рычаги, на все эти резиновые соединения и всякие остальные. По уставке, когда ты бросаешь газ в ненагруженном автомобиле, он продолжает катиться на третьей передаче. Это, кстати, можно проверить. Опять же, переключаем вручной режим. Та-дам! Третья передача. Вот. И оставляем ее так поработать какое-то время. На приборной панели загорелась гирлянда, но на это можно не обращать внимания. Это, в принципе, нормально, потому что сработали датчики АБС, там, ЕСП, то есть машина сошла с ума из-за того, что у нас все колеса, ну, как я и говорил, крутятся неравномерно. Это все мы потом компьютером уберем, но даже если это компьютером не убирать, проехав 400 метров, это уберется автоматически, потому что машина увидит, что все датчики сработали нормально и ошибки сама сотрет. У вас сейчас пройдет секундочка, у нас там 5-10 минут, подождем, пока она нагреется, прокачает масло. Итак, ребят, машину мы, на машине мы прокатились на весу, маслечко прогнали везде, где надо, коробка у нас нагрелась и сейчас нужно сделать очень важную процедуру, выставить уровень. Выставляется он очень просто, простите за бардак на рабочем месте, творческий беспорядок. Здесь у нас вставляется квадрат, видите, пробочка пластиковая. Обычно она бывает вручную откручивается, но тут у нас стоит теплообменник, это двигатель 2.4, это его, кстати, фишка, у них теплообменник стоит на коробке. И аккуратненько крутим, все, ее главное сорвать, чтобы бусики не отломались. Дальше раз и снимаем. Масло у нас не капает, это говорит о том, что нам масло нужно долить, то есть масла в коробке мало. Итак, вставляем нашу турбозагогулину, вот здесь подается воздух, сжатым воздухом масло вот через вот этот шланг путем выдавливания перетекает в коробку. И льем, заливаем до того момента, пока оно не потечет тоненькой струечкой. Опа! Все, теперь нам нужно что сделать? Чуть подождать, пока оно стечет. Потому что много масла, как я уже говорил, тоже нехорошо. И после этого, просто вот когда струйка станет еще чуть-чуть тоньше, не надо ждать, пока она полностью перестанет течь, этого может не произойти, потому что масло греется, уровень повышается. Просто когда струйка станет тоненькая, значит уровень выставился. И нужно уже будет испытывать автомобиль на асфальте. Потому что даже если пинки есть, на подъемнике вы этого не услышите, не увидите. Они проявятся только в нагрузке. Ну а нас, нас, ребята, ждет часть номер 4. Заключительная, я бы так сказал, нашим многострадальным автомобилем. Кроме того, что мы здесь заменили мотор, починили полный привод в АКПП. Видите, кардан держится как положено. пыльнички, муфты там всякие. То есть нам еще нужно починить муфту полного привода. Почему? Вот она, наша муфта. Вот здесь, видите, у нас течет масло. Она хоть и срабатывает, но это будет продолжаться недолго, пока в один прекрасный момент уровень масла не подняется до того момента, что фрикционы начнут буксовать и сгорать. И у нас либо оборвет стакан муфты, либо просто сгорят фрикционы. И дабы этого избежать, нужно снять муфту, полностью ее разобрать, отмыть, очистить и переуплотнить. чем мы займемся завтра. Когда выбираете поставщика запчастей или уж тем более двигатели для вашего автомобиля, приходите в гости на проконсультироваться. Мы вам ответим на все необходимые вопросы. В случае, если вы решите приобретать двигатель, например, не у нас, а где-то на стороне, мы хотя бы расскажем вам, на что стоит обращать внимание. Просто для того, чтобы это было безопаснее и не так больно. Ведь согласитесь, получить свой автомобиль из ремонта хотя бы на один день раньше это чертовски приятный подарок. Ведь правда? С вами был Евгений Денисов, канал ОМЗАП. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте нажимать на колокольчик. Я не помню, он, по-моему, здесь или здесь будет. Потому что я хочу, чтобы самый классный контент вы получали первыми. Субтитры сделал DimaTorzok